И в продолжении темы важная информация для предпринимателей. С 1 января 2019 года всех пользователей контрольно-кассовой техники в нашей стране ждут два очень важных события, которые могут заблокировать работу кассы. Это повышение ставки НДС 18 до 20% и прекращение использования формата фискальных документов версии 1.0. Как к ним подготовиться, расскажем далее. Формат фискальных документов – это специальное правило, по которым кассовый аппарат пересылает данные о проведенных на нем операциях. Сейчас в нашей стране их три – 1.0, 1.05 и 1.1. Касса с форматом 1.0 с нового года будет снята с учетом ФНС в одностороннем порядке и в автоматическом режиме. Это означает, что документы, отправленные оператору фискальных данных по старой версии, прямо укажут налоговой инспекции на то, что ваша организация совершила право нарушения. А это – штраф. Чтобы его избежать, предпринимателю нужно, закрыв кассовую смену, провести операцию перерегистрации с изменением параметров. Хотелось обратить внимание, что при переходе с версии формата фискальных документов 1.0 на 1.05 замена фискального накопителя и перерегистрация контрольно-кассовой техники не требуется. Кроме того, в связи с изменением с 1 января 2019 года ставки налога на добавленную стоимость с 18% на 20% организациям и индивидуальным предпринимателям, которые являются платвильщиками НДС, необходимо провести соответствующее обновление программного обеспечения контрольно-кассовой техники. Сотрудники налоговой службы советуют подготовиться к переходу заранее и изучить процесс смены налоговой ставки в справочнике товаров. Ведь с 1 января товары в России должны продаваться по новой ставке. Нарушителей ждет штраф от 5 до 10 тысяч рублей. Сами по себе действия по обновлению кассы и ее подготовке к новым реалиям просты и понятны. Однако налоговые инспекторы советуют не откладывать вопрос с обновлением на последнюю неделю декабря и в случае возникших вопросов обратиться к специалистам уже сейчас.